Девочки, всем доброе утро. Я сегодня пока пью чай. Этот чай с яблоком из канела. Ну и, конечно, моё любимое шоколадкое птичье молоко. И, конечно, мой друг. Будем следить за этим другом. Я каждый день шикую водичкой и жду пока вырастить трава, чтобы сделать косички. И сегодняшняя наша история будет о наших женщин, которые страдают у европейских мужчин. Европейские мужчины, которые не умеют оценивать наших женщин, не умеют их содержать, не умеют ценить, не умеют дать им любви, не умеют дать то, что наши женщины хотят. Вот вчера у меня была встреча с одной женщиной. Ну, она такого возраста, как я, ну, чуть-чуть, ну, три года старше. Она тоже уже давно в Испании. Да, я с ней давно знакома, но так, знакома, потому что я работаю у одной женщины, а она работает у её дочери, потому что дочка живёт за Барселоной. Ну, так иногда там разговаривали, потому что она тоже с Украиной, у неё тоже есть сын, но сын в Украине, у неё тоже никого нету. Вот почему вот такие же женщины, которые вот никого нету, да вот, и становятся жертвами вот таких же мужчин. Ну, я имею в виду и по себе тоже сужу, что если бы у меня тут были бы родственники или родители, или хорошие родственники, да, я бы, например, на это всё смотрела бы по-другому, или плюнула бы на всё, да, и жила бы по-другому. Когда ты знаешь, что сама, и всё время сама, и некуда идти, и ты знаешь, что если ты всё оставишь, пойдёшь, ну, никуда, и какой-то этот страх, и этот страх не раз был, понимаешь, и всё время это страх, страх, а вдруг будет лучше, а вдруг будет лучше. Ну, у неё ситуация, конечно, чуть-чуть меня расстроила, она мне позвонила, она приехала в Барселону, у неё были праздники, и она, конечно, очень сильно плакала, я её успокаивала, она говорит, Алина, я тебя знаю и по Ютубу, я знаю тебя так, что ты меня устроила за работу, сейчас попробую, как оно каннелем пахнет, яблоко. Яблоко красное, потому что запах красной яблоки, ну, ничего, да, она очень сильно плакала, а она, как бы, у меня, хотела поддержки, ну, я не знала, как дать поддержку, ну, чем могла, тем помогла, значит. Ну, конечно, её ситуация более такая, я не знаю, как я восприняла, я бы, наверное, не дай бог. Ну, ну, значит, она живёт с Кателлаусом, который разведён, да, и есть двое детей, жена живёт в этом, в семье, когда они развелись, в общем, она осталась там, он подарил им дом, он приехал сюда, за Барселоной, он купил себе квартиру и живёт. Ну, конечно, содерживает там детей, алименты и всё. Ну, вот на Новый год жена решила привезти детей на праздник к бывшему. Ну, и когда она привезла, он сказал, чтоб и она оставалась там, чтоб она не снимала где-то отель, чтоб у него квартира большая, она может тоже оставаться с детьми там во время праздников. И вопрос, конечно, она ничего не может сказать, потому что это квартира его, да, но она не может понять вот это, что, ну, как это. Они живут вместе уже четыре года, и приехали девочки, да, и он дал девочкам там комнату, маме одну комнату, да, и она говорит, я иду работать. Они с утра встают, как семья, говорит, я не работаю, я просто, ну, это у меня такая истерика, я работаю и думаю, вот они проснули, что они сейчас делают. Вот, вот, говорит, прихожу в обед, они сидят, кофе пьют, готовят вместе, говорит, получается, как бы я себя считаю лишним, говорит. Ну, я, говорит, Алина, мне так плохо, мне такое давление поднялось, говорит, не хотела унижаться, говорит, ну, так плакать хочется, я, говорит, чтобы не показать, что мне это обидно, молодец, женщина, молодец. Я ей сказала, что ты молодец, что ты скандал не устроила и не говорила, что, она, говорит, я пошла за кубками и, говорит, так плакала, так плакала, так рыдала. Говорит, в первую очередь тебя вспомнила, вот это тебе позвонить и с тобой говорить. Я говорю, ну и что было говорить? Ну вот утром встаем, дети, папочка, папочка, там, она, доброе утро, и мне, ему кофе делаем, садимся, я иду на работу, они остаются. Говорит, ну просто я не понимаю, ладно, дети приехали к папе, ну пускай она снимает где-то комнату или снимает отель. Почему она должна у нас оставаться? Мне же больно. Я говорю, да, тебе больно, а это испанцы не понимают. Вот раз испанцам делать так, чтобы бывший приехал и оставался, он скажет, ничего страшного. Ну, конечно, так как это его квартира, он этого не позволит. А вот если бы твоя квартира, и он бы жил бы у тебя, и твой бывший бы приехал, ну посмотрите, ему больно или нет. Ну, конечно, мне жалко наших женщин, тех женщин, которые вот именно некуда пойти, нету родственников, нету никого. Вот такое творится в стране, да, некуда пойти, вот именно и работают, и волк водят, понимаете. Вот обидно, честно. Вот не дай Бог такую ситуацию, да, ты с мужем живешь там или с парехой. И тут она приходит, и ты их оставляешь, идешь на работу, не знаю, что у них есть у кого-то. Конечно, наша славянская мысль, это, да, а вдруг они сделают это, а вдруг они это сделают, а вдруг они это сделают. И она у меня спрашивает, моли, да, вот как я, у меня такое было, у меня было, как, у меня было такое, что там, бывшая его, все время хотела, чтобы они вместе хотели обедать, завтракать или ужинать. Я смотрела, что он скажет. Он категорически мой был против, говорил, если я хочу завтракать, обедать или ужинать, я буду ужинать с моей дочерью. Да, было такое, что он, когда дочку оставлял, Таха говорил, ну, твой муж поднется там мне лампочку загрузить. Он сказал, нет, я не могу, позови какого-то ламписта и пускай тебе делают. То есть, если бы он поднялся бы, да, я ему даже сказала, если бы ты поднялся бы, честно говорю, я бы, ну, нафиг, а мне это надо все время думать, ты поднимаешься. Было такое, что она говорила, с кем-то встречалась, и она говорила, давай встретимся четвером где-нибудь пообедаем. И он сказал, так как ты женихов меняешь, я что, буду каждый раз с тобой сидеть с моей, говорит, женой и своих женихов представлять ей? То есть, в этом случае мне как-то повезло, ну, конечно, у меня другие ситуации, у меня другая ситуация, у той другая ситуация, да. Ну, как, конечно, когда я только познакомилась, было такое, когда у них был какой-то школьный карнавал, и они должны были с родителями, были там присутствовать, но он меня пригласил, чтобы я тоже пошла, я не пошла. Они вдвоем там были в этом карнавале, и должны были там сидеть, кушать или еще что-то, конечно, мне чуть больно было, но я сама себя посчитала виноватой, что я не пошла. Да, и есть такое, что, когда она приходила за малой, мой, например, мне говорил, поднимайся и забери малой. Нет. Всегда было так, что она внизу ждала, или он за малой, он внизу ждал. Ну, я ей предложила так, ваши отношения надо узнакомить, потому что, вот не дай бог, да, что-то случится, это квартира тоже детям, но чтобы они не смогли тебя выгнать, пока, да, вот, пока живы, пока работаем, чтобы не смогли тебя выгнать, потом не дай бог, что-то случится с тобой, да, и пускай уже забирает, но, говорю, дело в том, что ты привези сына своего, пускай не сидит в Украине, пускай вместе с вами живет. И посмотрите, да, и узаконьте ваши отношения, постарайся посмотреть через, и постарайся, когда они идут обедать или еще что-то, ну, смотреть на это как-то под руку, и постарайся узаконить ваши отношения, вот тогда он уже будет более-менее бояться тебя потерять, потому что, когда с испанцем просто так живешь, они как-то думают, ах, пареха, пареха, да, а когда уже женаты, они по-другому смотрят, вот, у меня все время думают вот эти испанцы, что мы с Оскаром пареха, что мы встречаемся, а твоя пареха, 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 Оскар говорит, нет, это не моя пареха, это моя жена, вот, как, вы женаты? Как, а для них это, как, вы женаты? То есть для них это дикость, понимаете? Да, мы женаты. И поэтому вот так, дорогие мои женщины, так что любите себя, я понимаю вас, что иногда, когда нам тяжело, когда нам одиноко, мы не знаем, что делать, мы все время думаем, но знаете, что эти испанцы, если вы сварите борща или жарко, или пирожки будете пить, или пеляшек, или чебуреки, они вам за это спасибо не скажут, потому что они этого не ценят, они не знают, что это такое. Наши мужчины, конечно, этого ценят. Я, например, позавчера, да, и борщ сварила, и капуста потушила, и чебуреки сделала, но ему это все равно, он попробовал, сказал, вкусно, да, что оценил, мой сын сказал, мам, спасибо, и дал мне денег, говорит, купи себе подарок, вот так, любите друг друга, целую вас, всем пока, пока.